И снова здравствуйте! Всем доброго времени суток! Предлагаю сделать из куриной грудки еще одно блюдо. У меня вот половиночка осталась. Одну я на котлетки пустила, на оладушки куриные. Вторую. Из второй я хочу сделать картофельный салат. Сейчас расскажу, что нужно сделать. Нужно ее, эту грудку, порезать тоненькими полосочками. Полосочки должны быть примерно одного размера, одной длины и толщины. Почему? Потому что мы будем ее обжаривать очень быстро. Прям очень быстро. Сначала лук обжарим, а потом грудку закинем. Вот смотрите, видите, они прям тоненькие-тоненькие. Вот такими полосочками мы стараемся нарезать всю грудку. Тоже удобнее это делать именно из замороженной. Грудку для нашего салата мы порезали. Вот такими тоненькими полосочками. Теперь нужно полукольцами. Тоже тоненькими. Порезать лучок. Чем тоньше порежете, тем быстрее это дело будет обжариваться на сковородке. Ну, смотрите, видите, прям тоненькие-тоненькие. Переложили в какую-то посудину. У меня вот. Теперь это дело нам надо замариновать. Лук мы оставим как есть, а вот мясо мы будем мариновать. В маринад я обязательно добавляю кориандр молотый. Кинзу терпеть не могу, кориандр люблю. Ну, кинзу я имею в виду зеленую, эти, бодылки. Господи, как это? Трава. Добавили соевого соуса и перемешали. Вот это у нас должно постоять. Еще раз повторюсь, это будет обжариваться. Сначала лук, а потом вот это. Пока мясо у нас маринуется, займемся картошкой. На это количество, я думаю, что 3-4 картошки среднего размера надо почистить. Картошку я почистила. Дальше нам нужна чашка с холодной водой. В эту чашку мы добавляем немножко уксуса. У меня уксусная кислота, не обращайте внимания. Но добавьте на вот там сколько там, допустим, на литр, на полтора, смотря сколько вы готовить будете. Надо будет залить эту картошку, которую мы натрем на терке для морковки по-корейски. Мы ее натрем и надо будет залить водой с уксусом, чуть-чуть подкисленную. Прям немножко. Я вот на глаз добавлю. Прям вот, чтобы чуть-чуть. Вы добавьте там столовую ложку, там две. Потом, когда мы будем варить, ну, варка это очень условно, там опускается в кипяток и прям почти сразу же достается. Вот когда варить будем, тоже будем добавлять. Еще чуть-чуть. Да, этого будет достаточно. Вот сюда я буду тереть и сюда буду складывать потертую картошку. Ну, надеюсь, вы поняли, да, что это сырая картошка. Картошку натерли, переложили сюда. Ее надо будет промыть от лишнего крахмала. И она у нас не потемнеет, пока мы поставим кастрюльку с водой, пока вода будет закипать. Почему мы так тоненько резали эту грудку? Потому что картошечка, видите, тоненькая. Вот этот салат, он в восточном стиле. В восточном стиле же все готовится очень быстро, это раз. Второе, с добавлением специй любых. У меня будет добавлена лава, когда лук будет жариться. И очень быстро варится и картошка, и очень быстро жарится лук. Вот это вот в восточном стиле, это похоже, по крайней мере. Поставила воду нагреваться. Воды должно быть, ну, скажем так, много. Это не должно быть, как вы картошку когда варите, только закрыла сверху водичка, и все нормально. Нет. Тут должно быть воды хорошо, чтобы это было не густо. Чем гуще, тем больше клейстера будет, и тем потом тяжелее промыть будет. В общем, какой смысл? Закипает вода, в которую мы добавляем соль и уксус обязательно. Вода закипела. Кидаем туда эту соломку, соломку вытаскиваем из воды. Закипает это все. Пробуем. Оно должно быть, картошка должна быть готовая, но не разваливаться. То есть надо поймать этот момент. Вы один раз приготовите и поймете. Потом вы достаете, промываете под холодной водой. И следующим этапом уже готовится лук и, господи, как она называется, и грудка. И горячим это все заливается, горячей вот этой вот заправкой, скажем, заливается уже картошка. Салат получается по вкусу такой, что многие даже не понимают. То есть завязать в глаза человеку, дать попробовать, он не всегда может сказать, что это. Вкус интересный, но и делать не так долго. Вода закипела. Солим. Вот тут у меня, я смотрю, там налито 2,5 литра воды. Я добавлю чайную ложку кислоты. И попробую. Надо, чтобы было не сильно кисло. Прям, чтобы чуть-чуть, чуть-чуть прям кисленько было. Да, этого достаточно. Картошку откинула на дуршлаг и промыла холодной водой. От крахмала. Закинули. Отходить от нее нельзя. Отойдете, переварится моментом. Стоим, ждем. Она сейчас чуть-чуть и начнет закипать. Вот смотрите, видите, сколько тут картошки и сколько воды. Она должна свободно плавать. То есть если вы большой объем делаете этого салата, то, соответственно, и большой объем воды у вас должен быть. Нет. Вот я пытаюсь. Она еще прям хрустит, она сырая. Прям постояли, чуть-чуть проверили. Постояли, чуть-чуть проверили. Только, пожалуйста, не отходите. Иначе будет у вас размазня. Как только перестает картошка хрустить, все, значит, она готова. Мягкой прям она и не будет, потому что с уксусом делали. Нет, еще хрустит. Можно, кстати, соль еще добавить. Соли маловато. Ну, начинает закипать. Такой салат у меня мама всегда делала. Чуть-чуть еще осталось. Уже похрустывает. Так, достаем. Давай горячо. Вот она уже не сырая. На этом этапе мы останавливаемся. Она еще чуть-чуть прям похрустывает, но она уже не сырая. Вот этого уже хватает. Снимаем. Что мы теперь делаем? Мы откидываем на дуршлаг и промываем холодное водо. Картошку промыла, процедила. Ну, слила лишнюю воду. Положила в чашку. Дальше. Налила масло в сковородку. Масло уже нагрелось. У нас лук порезанный тонкими-тонкими полукольцами. Вот лук я сейчас немножко подсолю. Прямо вот, ну, буквально немножко адыгейской солью. Пожала и закинула сразу в сковородку. И мешаем. Сильно поджаривать не надо. Прям вот, ну, должен лук стать прозрачным. Пока жарится лук, в эту картошку мы добавляем чесночок. Я добавлю один зубчик. Этого будет достаточно. И перемешать. Лук уже почти готов. Это лава. Я с лавы беру прям масло. И добавляю. Кто хочет перчик, пожалуйста, острый, черный, какой угодно. Все, что вашей душе угодно, все туда добавляйте. Лук уже готов. Жарится молниеносно. Теперь добавляем замаринованную грудку и мешаем. Готовится момент. Грудка, вот пережарите грудку, будет сухой и невкусной. Ваша задача сделать так, чтобы перемешать как можно быстрее. Она вон уже белая становится. Белая, это значит готовая. Прям вот быстренько-быстренько. Она сейчас начнет по полосочкам расходиться, грудка. Кстати, вы можете не только с грудки, с говядины, со свинины, с костной части тоже делайте смело. С индейки, да с чего угодно. Видите, она становится уже такими полосочками. Вот как вся побелела, она уже готова. Я просто ее придавливаю. Я даже не мешаю вот так. Я ее придавливаю. Ну сколько времени прошло, она уже готова. Ну сейчас контрольный. Все, готово. Снимаем с огня. Передержим, будет сухо. Пока эта горячая, сразу же заливаем сюда. И перемешиваем. Все, наш салат на финишной прямой. Сюда надо будет добавить еще соевого соуса. И можете добавить зелень, какую хотите. Кинзу, укроп, петрушку, зеленый лук. Все, что угодно. Так случилось, что у меня не оказалось ничего из зелени. Я добавлять не буду. А вы можете добавить. Так, соевого соуса. Я его люблю. И он сюда прям просится. Потому что картошка, она не успела пропитаться солью за тот короткий промежуток времени, когда мы готовили. И она, картошка, получается, она такая пресноватенькая. Вот досолить соевым соусом. И все. Все, наш салат готов. Сколько по времени это заняло? Да прям совсем ничего. Так. Я попробовала вкусно. И чесночок в меру, и соевый соус я угадала. Кушайте с удовольствием. Готовьте с удовольствием. Кушайте с наслаждением. Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода. Продолжение следует...